АЛЛАТРЬ в минувшие выходные отметил 461 годовщину. Весь день для местных жителей выступали участники фестиваля «Звучи российская глубинка». А вечером прямо на стадион приземлились парашютисты. Приехал на торжества и глава республики. Михаил Игнатьев не только поздравил жителей, но и ознакомился с проектами, которые сейчас реализуют в АЛЛАТРе. Дмитрий Ковалев с подробностями. Пазлы собраны воедино. В истории Чувашского моногорода открывается новая страница. Современники намерены оставить в ней свой яркий след. АЛЛАТРЬ процветает с каждым годом и в этом есть заслуга всех местных жителей. Высокие гости отмечали не раз. Город уникальный. Для потомков здесь удалось сохранить истинные ценности. Развивается паломничество. Строились прекрасные церкви. Мужской монастырь входит в число десяти знаменитых памятников по Волжье. Да здравствует славный и любимый город АЛЛАТР. С праздником! Строятся новые дома и дороги. Наметился неплохой промышленный потенциал. В рамках программы поддержки моногородов АЛЛАТР получил более 900 миллионов рублей. На эти средства уже возвели современные котельные и реконструировали водопроводные сети. Вскоре власти решат и другую проблему. На окраине города появятся новые очистные сооружения. Сейчас стоки из канализации попадают в пруды. И от них веет неприятным запахом. Особенно если в сторону жилых районов подует сильный ветер. Этот пруд номер четыре соединен к канаве и по водоспасной канаве это сбрасывается до реки АЛЛАТР. По оценке, проведенной еще в 2002 году, в смысле БПК сбрасываемых в те времена, было 6-8 миллиграмм на литр в летнее время. Но эти пруды уже давно заилились, мощностей не хватает. В новом комплексе стоки будут проходить капитальную очистку. Неприятный запах сдержат плотные резервуары и специальные реагенты. Проект масштабный. Завершить все работы планируется до конца года. Дмитрий Иванович, депутатский контроль осуществляете, нет? Конечно. Ну, пусть они на объекте поставили. Довлетворены? Нормально. Очистные сооружения помогут развивать индустриальный парк. Инвесторы к АЛЛАТРе уже присматриваются. Михаил Игнатьев побывал на одном из заводов по производству низкотемпературных холодильников. Продукцией этого предприятия интересуются бизнесмены, работающие в сфере общепита. В цехах установлены современные конвейеры. Таким оборудованием не могут похвастать даже московские предприятия. К примеру, эта установка из металла может вырезать даже чайную ложку. Тут идет автоматический расстрой, и не нужно человеку сидеть и вытерки делать. В этом году на предприятии приступили к производству вентиляционных труб. Скоро в цехах появятся новые линии. Соглашение о поставке оборудования уже подписано. Исполнить его обязались в ближайшее время. В ближайшие годы в индустриальном парке появится и еще один завод по обогащению кварцового песка. Но власти не забывают и в социальных учреждениях. В загородном лагере Янтарный приступили к капитальной реконструкции корпусов. Отремонтировали столовую и пищеблок. В спальнях установили новую мебель. А на улице оборудовали бассейн. Популярностью лагерь пользовался и раньше. А в этом году за путевками выстроились большие очереди. Дети отдыхают со всей республики. Чебоксар, Новочебоксарск, Шумерлинский район, Ибресий, Бресинский район, Порецкая, Порецкий район, Алатырь и Алатырский район. Скучать в лагере детям не дают. Здесь их обучают танцам и даже актерскому мастерству. В ближайшие годы к лагерю планируют проложить и асфальтированную дорогу. Работать он будет не только летом, но и зимой. В этом живописном месте оборудуют базу для семейного отдыха. Андрей Ковалев и Андрей Шокрев. Республика.